Итак, ну, что делать? Ну, сколько циклов получить из вот этого всего? Один? Ну, ваши желания не всегда совпадают с вашими возможностями, я вам себя чувствую Три? Четыре? Ну, я думаю, четыре, как бы, по идее, потому что, смотрите, ну, вот, ну, просто вот сложение здесь, да, мы делаем его в два такта Так мы, если мы сразу можем писать или выклист МБРУ смысл трёхшей архитектуры, то в том, что мы можем два любых регистра сложить По идее, просто первый шаг не нужен, а во втором мы пишем МБРУ плюс МБРУ Ну, и получается шествующийся Ну, экономия небольшая, но такие четверть И такая четверть, она почти во всех инструкциях, во очень многих инструкциях используется вот этот вот регистр H Один из аргументов сложения И это означает, вот, на самом деле, что у вас каждая инструкция выполняется на четверть быстрее Это неплохое ускорение Ну, и, там, на пятую часть, всё равно неплохо Это архитектура, которая содержит две шипы Называется в МБРУ, можем их два Я её тут не рисую, я потом в конце Минтейску нарисую Она там не сильно от меня отличается Вот, но это простая такая очевидная оптимизация, которая делает действительно сильно короче микропрограмму То есть, примерно, значит, это Ну, более сложная оптимизация, это две штуки Это вот блок предварительной выборки и конвейер Значит, ну, смысл блок предварительной выборки понятно какой Я думаю, что мы каждый раз делаем fetch Вот это, как бы, команда, которая в памяти загружала очередной байт по адресу pc Вот это дело, которое делается обычно в main Либо внутри инструкции, если внутри выполнения инструкции Если инструкция с параметрами, как мы в load видели в начале Ну, и в чём тоже, кстати, можно вернуться Вот этот вот fetch То есть, поручить вот эту вот задачу отдельному аппаратному обеспечению Значит, здесь приводится пример, как может выглядеть такое аппаратное обеспечение Значит, здесь сразу, правда, учитывается несколько идей И поэтому довольно громоздкая картинка получается Ну, сложнее, чем попелок, если честно Сердцем тут является вот схемка, которая называется регистром двига Регистром двига здесь из шести ячеек Каждая ячейка какой длины, как вы думаете? Один байт Один байт Почему? Ну, наверное, потому что здесь вот MBR один есть, да? Это какой-то такой прообраз, видимо, или такой потомок MBR Исходного, в исходной архитектуре механизм Есть ещё один MBR, появляется второй, с двумя байтами По той причине, что некоторые инструкции JVM, их мало, правда, имеют два байта Аргументы либо шириной два байта, либо два аргумента Мы такую тоже сейчас увидим инструкцию И вот в таком случае мы хотим сразу эти два байта иметь тоже под рукой И смысл, как бы идея очень простая Вы из памяти загружаете слова То есть четвёрки байт И эти четвёрки байта отправляете как бы сдвигами Вот слева направо происходит сдвиг А сдвиг происходит каждый раз, когда вы читаете из MBR один Тогда сдвиг происходит на один байт Либо из MBR два, тогда сдвиг происходит на два байт Ну, когда этот регистр опустошается, как бы Вы должны, соответственно, загружать из памяти следующее слово Опустошается, это значит, там остаётся, ну, на самом деле Место достаточного для загрузки одного слова Одно слово в этой архитектуре это 32 бита или 4 байта То есть когда остаётся место для 4 байт Или для 5 даже, или для 6 То есть вообще пустой регистр как бы То вы, соответственно, загружаете что-то из памяти Для загрузки из памяти здесь, чтобы не конфликтовать с регистром МАР, который используется там во всей микропрограмме Здесь отдельный регистр добавляется, он называется и МАР И ему нужно уметь только увеличиваться на единичку Потому что он загружает из памяти пословно Ещё раз по 4 байта И адреса здесь в словах Поэтому нужно увеличивать только одно слово Проблема здесь основная состоит в синхронизации Между вот этим адресом Очередного загружаемого слова И адресом ВЦ, который теперь уже Для загрузки вообще не используется Наверное, где-то там Ну, я не знаю, на схеме Наверное, не было это особо видно на исходной Здесь предполагается, что Вы пытаетесь держать его в правильном значении То есть текущая выполняемая байта Он должен, его адрес должен уезжать в ПЦ Конечно Значит, но Это нужно для разных инструкций Которые используют счётчик Вот этот вот Самый простой пример инструкций, который использует счётчик Это инструкции ветвления Которые, как мы как-то тоже обсуждали несколько лет назад Перспективно, так сказать, и правильно делать В виде смещения Прыжков со смещением То есть относительно текущей позиции Когда вы ставите какую-то метку в программе Вы можете её либо абсолютно Замерять на абсолютный адрес Либо замерять на относительный адрес Относительно текущего Момента в программе То есть откуда вы делаете джамп То есть если у вас цикл Вы можете делать джамп там на 10 инструкций назад Или там на 20 байт назад Или на 40 байт назад Если у вас там по 4 байт инструкции То есть вот такое смещение Оно использует Такое ветвление через смещение Оно использует текущее значение регистра АПЦ Поэтому нужно их как-то согласовывать Когда происходит запись Вот такие джампы Это основной источник Как бы изменения АПЦ То изменение происходит сразу в двух регистрах В этом и в этом Значит, когда у вас происходит чтение Из МБР Еще раз регистр сдвигается Увеличивается адрес Вот здесь вот по идее Здесь он увеличивается на 1 И тоже предполагается отдельная схема Для того, чтобы увеличивать на 1 Может быть на двоечку Это когда читается из МБР 2 2 байта Здесь адрес по-прежнему в байтах Здесь 2, здесь байт Ну, как бы деталь Вот еще раз Сейчас идет обсуждение идей ускорения Прямо до последнего Вот давайте там до реализации конкретной То есть вы понимаете Такая схемка Она на самом деле сильно меняет Микроархитектуру во-первых Во-вторых Могут быть изменения в микро программе Вот Мы уже целиком это не обсуждаем То есть это просто вот как Такой концепт Значит Есть красивая картинка С конечным автоматом Похожая на конечные автоматы Такие Как бы Обрезанные машины Тьюринга У которых нету бесконечной ленты Есть только конечная лента Они ее читают Слева направо Не могут никуда перемещаться Только слева направо Только по одному шагу Значит То проще на самом деле Не сравнивать с машиной Тьюринга А сказать просто Что есть состояние И есть переходы При каких-то событиях Ну В машине Тьюринга И говорилось Что читается Слово Буквочка с ленты Это можно понимать в смысле Ну На самом деле Такие вот Абстрактные Машины Они часто используются Для моделирования И тогда буквами Являются на самом деле Какие-то события Происходящие в реальном мире В данном случае Вот Буквочка МВР1 Естественно Понимается чтение С регистра МВР1 Это там Однобайтовый регистр МВР И если Байтовый регистр МВР Который переводит Состояние Как бы Минус 2 делают Это все вместе На каждое состояние Отвечает Заполненность регистра Сдвига Регистер сдвига На прошлом плане Было примерно 6 байт Ширину И означает это Что Когда вы читаете Сначала Если у вас 6 байт Вы заполнили И вы читаете 1 байт То у вас остается 5 хороших Читаете еще 1 Остается 4 хороших Если вы читаете 2 У вас остается 2 хороших Как только у вас остается 2 и меньше Вы можете перейти Снова Состояние 6 Или 5-4 Соответственно Прочитав Из памяти Одно слово То есть 4 байта Это как бы Очень простая По идее диаграмма Но вот В следующем семестре Будет курс Целый приходящий На автомат Вы будете Конкретно Так с ними работать Основательно Вот это просто Ну на самом деле Там это будет Больше заточено Под разбор Таких разных строчек Потому что Конечные автоматы Используются В том числе В парсерах Для лексического анализа Может быть там Станислав Станиславович Лексический анализ Когда-то говорил Те же самые Конечные автоматы Используются Для лексического анализа Но в таких Более прикладных Областях информатики Вот как архитектура Компьютера Или у вас будет еще Операционные системы Компьютерные сети Автоматы Сплошь и рядом Используются Для моделирования Для описания того Как какое-то устройство работает В данном случае Описывается с помощью автомата Как работает регистр с двигом Ну вот Я говорю Что наверняка Вы встретитесь там С каким-нибудь Автоматом переходов В операционную систему Состояние процессов Описывается автомат У тебя Как-то пару месяцев назад Написал Приложение на андроиде Там какой-то класс Для проигрывания Медиафайлов Документации Прямо написано Конечный автомат Который говорит о том В каких состояниях Этот проигрыватель Может находиться И с помощью каких методов Можно его из одного состояния В другое переводить Это что-то супер актуальное И как бы В этот формате Часто используется Для описания чего-то Значит Ну и Если мы Можем теперь не делать Вот эти вот вещи За нас Умельчение АПЦ И Подхватывание Очередной функции Делает Делает Вот этот вот Блог EFU Это все вместе Вот та картинка Это блок Шварительной выборки То мы каждый раз Просто читаем С МВР Когда нам это нужно И получается Следующая картинка Что Значит Мы Значит МВР Читаем Когда хотим В данном случае Один 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 Раз Один Раз Это Значение К И Следующий раз Это значение Уже Следующая инструкция Выполняемая Потому что Ну и мы делаем Голду Поэтому по ней Вот это Изменение Продвижение К следующему Байпу Выполняет Регистр Сдвига Который Отображается На регистре Ну и здесь Сокращение Написано На два цикла Специально Чтобы Значит Внимательные Не очень люди Задумались Почему 2 А не 1 Ну как вы думаете Вроде бы 4 Минус 3 Это 1 Получилось Экономить На самом деле 2 Почему 2 Еще одна Инструкция Это main Да, еще одна инструкция Это main 1 Совершенно верно Которые тоже теперь Не нужно делать Мы сразу переходим По нужному адресу Потому что Нам больше не нужно Не увеличивать ПЦ Не делать фэч За нас это делает Всего блок По предварительной выборке Поэтому на самом деле Увеличение на два цикла Это уже весьма Весьма Существенное Такое ощущение И вот есть Плохие инструкции Такие У которых целые 2 аргумента Опять таки На них Понятно их мало Но на них естественно Будет лучше всего Видно насколько Ускоряется процесс работы Когда у вас Есть блок Изборительной выборки Ну Инк Значит Что делает Немножко странно Может смотреться Что Увеличение Просто имеет Два аргумента Значит Здесь Как вы думаете Что можно Какой смысл Аргументов Должен быть Ну К смысл Да Шука Это В области Кода Лежит Это Аргумент Непосредственный Оперант Инструкции Его нельзя никак Увеличить Потому что Это область Кода Там ничего изменять нельзя Вот А вот Какую локальную переменную Конечно Да То есть Подсказка была На самом деле Потому что Я здесь Зачем локальную переменную Естественно Ну Обычно Такие подсказки дают Когда сложный вопрос Вот Действительно Какая-то Локальная перемена Увеличивается на сколько? На n На n Разумно предположить Что на n Вот То есть Нормальные люди Конечно Увеличивают На 1 Да Увеличивается На n Понятное дело Что Ее может быть Граммом Единицы Но Нету частного Случа Увеличения На 1 Который Довольно Часто используется И Лаборатория Которая вас ждет В следующей неделе Там как раз Обычный Простой Просят Реализация Тут Длинная И мучительная Даже Страшно Немножко Ее комментировать Смотрите Начало Очень похоже На load Почему? Потому что Точно так же Как с load Нам нужно Значение Катой Перемьерной Начали получить Из памяти Для этого Нужно Клв Прибавить К К К И Дальше Мы начинаем Делать Фетч Активно Вот этот Фетч Подхватывает Следующий байт Это n И вот этот Фетч Заботится о том Чтобы у нас К началу n1 Лежал Код Очередной Инструкции Это старый Зариан Значит Ничего тут Особо интересного Нет То есть Понятное Дело Сильно Увеличивается Увеличивается Бостродействие Наполнение Инструкции В случае Когда у вас Вот эти Фетчи И увеличения Фактически Выбрасываются Вот эти два цикла И кроме того Здесь считается Трехшинная архитектура Поэтому Нужно Первое Ненужных Беспрашен То есть Здесь уже как бы Наслоилось Две Оптимизация Трехшинная архитектура И блок Получается Ускорение Ну Фактически Даже больше чем Два раза Если посчитать Майн 1 Ну и Конвейер Это Магическое слово Опять таки Которое используется Сегодня Повсеместно На стольных компьютерах Во всех есть конвейер Я Конвейеры уже Рисовал В лекции по Цитарному процессору Если вы помните Мы обсуждали Что Процессор делает Те вещи Которые мы сейчас обсуждаем Выбирает инструкцию Очередную Загружает операнды Выполняет инструкцию Записывает обратно результаты Вот эти Как бы Идея такая Разбить этим Есть она этапы Аппаратно-независимые Важно что аппаратная реализация То есть это Должны быть Блоки Нашей микроархитектуры Которые Работают Независимо друг от друга Это основная Идея Эхомера Которые вы должны Были там Вынишки С той реакцией Про центральный процессор Если они работают Независимо друг от друга То их можно запускать Одновременно Как сделать Вопрос Как сделать Отдельные блоки Независимые Ну ответ На самом деле Очень простой Звучит он так Между отдельными блоками Нужно сделать Регистры Которые будут Лежать Которые будут Хранить Результаты Работы Каждого из блоков В данном случае Получается Размене на Четыре блока Один из них Мы уже разобрали Это блок Выборки инструкции Правда для него Тут регистры Ну они были Промежуточные Значит для B Правда 1 был Стала 2 Это результат его работы Он хранится вот здесь Вот ну или даже На самом деле Ну да Наверное здесь Правильно Второй блок Это шина B И там ее Окончание С одной стороны А ну шина A Трехшинная архитектура уже А результат работы Вот этой части Тракта данных Записывается В регистры Это одна треть Пути Одна треть Вот цикла как бы И эту треть Получается После того Как вы результаты Можете записывать Вы можете Выполнять независимо Дальше эти результаты Будут пробрасываться На АЛУ АЛУ будет выполняться В это же время Будут Загружаться уже Следующие операнды Для следующей инструкции Которые лодиться На шину B Ну пока еще Не записываться На регистре То есть в какой-то момент Записываться на регистры А и B АЛУ в свою очередь Точно так же Получает аргументы И записывает Результат в C Это позволяет Значит дальше Протолкнуть Независимые Результаты Из регистра C В Все Которые вы хотим Регистры Как обычно У нас множественная запись И в это время Когда у вас Что-то записывается Шина C Это какое-то время Еще раз В это время уже АЛУ начинает Подчислять Следующее значение Вот Таким образом Нехитро В общем-то Реализуется Конвейер Это уже сильно Более Продвинутая архитектура Нужно понимать Что микропрограммы Которые мы писали Значит Раньше Естественно Совершенно Не подходят Уже писать Совершенно Другую микропрограмму Которая Учитывая Наличие Наличие Вот таких Регистров И учитывая То что мы можем Одновременно Делать Несколько Несколько Более того И если вы вспомните В прошлой лекции Мы обсуждали Бинарный формат Каждой команды Каждой микрокоманды Сегодня я про него Вообще не говорю Понятное дело Что почти любая Из перечисленных Модификаций Она сильно Променяет Бинарный формат Микрокоманды Но про это я уже Как бы не говорю Потому что опять таки Мы не хотим Каждый раз Думать Про всю Сложность Которая Процессоре Скрыта Мы на каком-то Сейчас Уровнем Такие могут быть Улучшения В прошлый раз Мы построили Архитектуру Практически Скорее Да Правильно я понимаю Что это тишина Это просто Какой-то проводник Медный проводник Да Параллельно соединенный Если у нас 32 Этих самых Ширина регистра То это 32 Медных провода Ну тогда Там же получается Ну как Смотрите Вопрос Правильно Я еще не задал Ну Сейчас Смотрите Проводник Это правильно Проводник Никак блокировать не можете Вот запись регистры Вот если вы вспомните Как машины С читали Машины С читали только некоторые Помните Вот здесь точно так же Вы В А и В читаете Потом Когда вы готовы У меня Другой вопрос Скорость Движение электронов По этому проводнику Она Достаточно Большая То есть Она ощущается Это не Смотрите Здесь Тонкий момент Это Вот эти Стрелочки Еще раз Здесь Видите Обрезаны Если бы Элисовал полную картинку Включая микропрограмму То это значит Нужно С микрокоманды Там был Такой регистр МПЦ Который хранит Очередную микрокоманду Из этого регистра Если мы Шином Б кодируем То пропустить Через декодер Еще Помните Там еще декодер был И потом Еще Добавляется Время срабатывания Регистра Который должен записать Указать Как бы Единичку сделали Проходит какое-то время Когда он Уваливает на шину Своё содержимое И только потом Еще по шине Доходит До свитера То есть На самом деле Станет несколько То есть И вот это Прохождение по шине На самом деле Самое быстрое Скорее всего Медленно работают Любые Интегральные схемы Вот регистр является Интегральной схемой Он медленно работает Относительно Относительно Перемещения электронов В проводнику Конечно Он работает Идея Медленно Скорость Основная Она является Во времени Срабатывания Регистра А не Перемещения По шине Значит Ну вот Диаграмма Типичная Для Описания Работы Конвейера Похожая Диаграмма Приводилась В лекции Про правильный процессор Только Здесь Тогда Не было Учтена Внутренняя архитектура Процессора Микроархитектура Здесь Она Учитывается Здесь У вас Каждый Цикл Уже Так Ну Кто там шунит Товарищ Попова На последнем Парте Эстезика Могилов Со своими Соседями Я вас Выгоню И не пущу На колоквину И будет вам Представляете обидно Вы пришли только посидеть Все Вы на колоквину Написали Будет очень обидно Значит Здесь Под циклом Поднимается Меняется Понятие Цикла На конвейере В прошлом Под циклом Поднималось Полное прохождение Данных По всему Трахту данных То есть Полный круг Вот такой вот Здесь Под циклом Понимается Работа только Одного модуля Одного из четырех Либо модуля ИФУ Либо модуля Который загружает Регистры на Шину В И шину А Либо модуля АУ Либо Модуля Обратной записи Эти модули Как я уже сказал Работают независимо Поэтому на самом деле Ну вначале Здесь конвейер Простаивает Пока первая инструкция Только пришла Дальше Начиная с четвертой инструкции Конвейер полностью загружен То есть можно попробовать Описать Что происходит Например на четвертом цикле На четвертом цикле Первая инструкция Почти выполнилась Ее результаты Записываются в регистре Вторая инструкция Проходит через АУ Происходит вычисление Третья инструкция Только загружаются операнты На шину И первая инструкция Четвертая инструкция Только выбирается Из модуля Выборки Тех самых инструкций Вот получается Параллельное выполнение Оно такое Несинхронное То есть разные Разные существенные вещи Происходят С первой С второй С третьей Но при этом Для пользователя Процессора Все выглядит так Как будто Четыре инструкции Загрузили на Процессор И они там Выполняются И пока еще Результатов Ни одного Нету В какой-то момент И начинают Появляться Что здесь Можно сказать Значит Смотрите Если теперь По циклам Пронимается Работа только Третья Ну Я ее Не беру Как бы Реально Вычисления На тракте данных Он разбит На самом деле На три части Первая Вторая И третья Если теперь цикл Это Работа кусочка Только тракта данных То для выполнения Той же самой инструкции Которая раньше требовала Скажем Пять циклов Теперь потребуется Сколько? Ответ простой Вопрос простой Вот раньше Пять микрокоманд нужно было Это было пять циклов Ну Каждый цикл Занимало Сколько там Одна Двухмиллиардная Секунда Две Два цикла Потребуется Для выполнения Одной микрокоманды Старой Ну На самом деле Три Ответ почти близкий Да То есть Смотрите Новый Трем Полученный На Если считать В количестве циклов То Понятно примерно Что Теперь Каждая инструкция Будет выполняться Большим количеством циклов Раньше за пять выполнялось Теперь будет за пятнадцать На самом деле Вот Значит По идее Это должно как-то ухудшить работу Но На самом деле Ничего Практического ухудшения Не происходит Потому что Каждый такой Маленький цикл Может соответствовать Меньшей доле Времени То есть Он выполняется Быстрее В абсолютных величинах Если там Какие-то секунды считать То Вот такой новый цикл Он выполняется быстрее Потому что Работает только часть схемы Той же самая Которая была в начале Поэтому Фактически Замедление почти не происходит Ну конечно Затем Опять-таки Регистры там И чтение из них Какое-то замедление происходит Поэтому На самом деле Старый Один цикл Это вот там Будет не Новых три А новых чуть меньше Чем три Там Это два Два с половиной Ну что-то так Вот Значит ну здесь Выигрыш От того Что можно сделать Он демонстрируется На еще одной Инструкции Живья Это инструкция Своб Инструкция Своб Понятное дело Что она должна Наверное Выполнять Значение Двух слов На вершине стека То есть Слово Которое На самой вершине стека Лежит и слово Которое Поднимет Лежит Их значение Следует Поменять Значит Ну сколько-то там Значит Здесь вот Старая реализация Примодится Можно примерно Подумать Что там Должно Происходить Значение Значение Вершина стека У нас уже есть В регистре ТОС То есть Нам нужно Загрузить Другое Значение Которое Под Вершина стека Лежит По адресу SP-1 То есть Мы должны По адресу SP-1 Что-то из памяти Получить И потом Сбросить В обратном порядке Записи Причем Наверное Должно Быть Сколько? Две Потому что Задержимое в памяти Двух слов меняется Вершина стека И Значит Получается Довольно Длинная история Шесть команд Две записи Вот как я обещал Пора Одно чтение Слово под Вершиной стека Значит Ну и какие-то там Промежуточные действия В принципе Не факт, что в них Нужно сильно Вчитываться Общая идея Я надеюсь Должна быть понятна Вот Ну и самое интересное Как вообще Написать микропрограмму Для такого Конвейеризированного Процессора На что это должно быть Похоже Старая на самом деле Сложная Можно записать таблицу Значит Смысл здесь такой Значит Мы считаем циклы По вертикали Здесь сразу видно Что Мы укладываемся За одиннадцать новых Маленьких циклов И одиннадцать Можно как бы Даже вот Не анализируя Реализацию Подумать О том На сколько Ускоряется процесс Если Новый цикл В три раза быстрее Час старый Был бы Ну в идеальном варианте То Шесть старых Должно было бы Превратиться В восемнадцать новых циклов А превращается В одиннадцать Поэтому Ускорение Чувствуется Даже если бы он был Не в три раза быстрее Это новый цикл Маленький Когда одна Три только работает Рак Да Все равно Там где-то Реалистичное число Два с половиной Если в шесть Умножить на два с половиной Получится пятнадцать Пятнадцать Это все равно Больше чем одиннадцать Вот Поэтому выигры здесь Все равно есть Вот Эти циклы по очереди Расписаны А по горизонтали Расписаны Старые Микрокоманды Вот Их шесть штук Каждая То же самое Что на прошлом слайде Было написано И здесь говорится Что нужно делать На каждом цикле Ну понятно Вначале Значит На первом цикле Здесь ничего больше делать Особо нельзя Кроме как Разгружать значения Из регистров На шины Б Значит Других вариантов нет Дальше Поскольку у нас Конвертер Мы еще не заполнены Дальше Ко второму шагу Мы здесь можем Результат На регистрах Здесь Б и С Под Б и С Принимаются регистры Которые вот На картинке Были показаны Которые на шине Прогуляются Результат операции Записывается Б минус 1 То есть это СП минус 1 Реально На третьем шаге Вмар записывается Значение Из регистра С И производится чтение По этому адресу Чтение по адресу СП минус 1 Факт Радится 3 маленьких цикла Здесь Одновременно Когда мы Освободили Первую часть Конвейера Мы можем Загружать В регистр Б Уже следующий Следующий оперант Для АЛУ Это вот Вторая Команда Старая Оперант Здесь СП Мы можем Загружать Регистр Б Как только Освободился Регистр Б С первого цикла И вот Параллельно Получается Начинает Выполняться Следующая Микрокоманда Но Содвигом Один цикл Потому что Нужно первое место Вот эту первую Треть Освободить Ну Дальше Примерно Понятная Картинка Единственное Плохое место Это место Перехода Со второго В третий цикл Как бы Неизбежная вещь Что Чаще всего Он будет Простаивать Понятно По какой причине Это причина Чтения Из памяти Вот здесь На четвертом цикле Мы читаем Из памяти Это операция Значит Дальше Ну Мы должны Это прочитанное Значение Записать Регистр Б И это можно сделать Не раньше Чем Это чтение произойдет Ну Здесь считается Что можно Сразу же На следующем цикле Ну Понятное дело То есть нельзя делать выше Хотелось бы Чтобы Каждый раз Ступенька шла Высотой в один Вот она будет идти высотой Больше чем один Когда вы ждете Данные Спами В остальном Конвейер здесь Работает полностью Эффективно То есть каждая следующая стадия Получает результаты Предыдущие И Предыдущая Начинает работать Следующая стадия Вот это Примерно Значит Как это Выглядит В микропрограмме Ну на самом деле Записывать Это Я даже Точно не знаю Как Ну то есть у нас Симулятора нету Для такой конвейерной Микроархитектуры Если кто-то Кому-то летом Буду нечего делать То можете написать Симулятор для мик Это уже мик3 Конвейеризованный У нас На практике Будет симулятор Для мик1 То есть для той Микроархитектуры Которая Рассматривалась В прошлый век Сегодня Неоднократно Я о ней говорил Я вот пару слов скажу У меня вот еще Есть время Про то Что будет Секционная лабораторная Секционная лабораторная Будет Работа Организована В последующей Ужасной В некотором смысле схеме Глава большая Значит Я бы За что На вашем месте На что Противоанимальный Аферотик Здесь есть Квадратики Ну или Прямоугольнички И есть Непрямоугольнички Вот То что является Непрямоугольничками Это файлы То что является Прямоугольничками Это программы Вот Программы Мы писать не будем Ну в смысле Такие серьезные Типа ассемблера там Полного И симулятора У нас все будет Все программы Ассемблер Ассемблер Симулятор Значит Использующий Микроархитектуру Конкретную И микроасссемблер Который позволяет Переводить микро программу В микрокод Это все дается Причем Это будет Там Спрятано За одним Большим интерфейсом То есть они там Все Как бы В кучу Сложены А наша задача Будет сконцентрироваться На файлах Таковых Таковых У нас Раз Два Ну три Промежуточные файлы Я не беру Потому что они Получаются Как результат Компиляции Или ассембл Ну ассембл В данном случае Поэтому У нас Не волнует Нас волнуют Исходные файлы И здесь три штуки Вот они по диагонали расположены Значит Ну что предполагается делать Значит У нас есть набор инструкций JVM У нас есть для него Все Что нужно Для исполнения Мы будем его расширять То есть мы будем Наблять инструкции В этот Набор инструкций По своему Там Усмотрению Вот инструкции Можно набрать Все любые Ограниченно Только полетом Фантазии Почему? Потому что наша Микроархитектура Мик-1 Я надеюсь Что я вас убедил Она такая Тюльных полная Можно посчитать все Что угодно В принципе Значит Поэтому Для добавления инструкций Новых Мы будем Значит Описание Вот этого самого JVM Добавить Расширять Описание Здесь Вот в этом файле Находится Он называется JVM.conf И это очень простой файл Простого формата Там просто Для каждой Новой инструкции Написано Какой у него Бинарный код В начале Лабораторной Там будет 20 строчек Если не считать Комментарии Потому что В JVM 20 Инструкций В конце Лабораторной работы У хороших студентов Будет 23 строчки У не очень хороших студентов Будет меньше строчек Вот Это просто То есть Там бинарные коды Обычно предлагают Какие-то использовать А на самом деле Не принципиально Абсолютно Какие Лишь бы не совпадались Уже Дальше Ну нужна какая-то программа Которая эти новые инструкции Использует Чтобы тестировать Чтобы тестировать Эти новые добавленные инструкции Вам нужно Допустим Я приводил сегодня пример Что у нас будет инструкция Inc Которая просто Увеличивает значение Слова на стеке Соответственно Нам нужна программа На JVM Которая использует Эту инструкцию Ну такую Программу В каких-то первых задачах Вам будут выдаваться Тестовые программы В каких-то более сложных В последних заданиях Вам уже будете Сами написать Обычно это Маленькие программы Из двух-трех инструкций Где там Вторая и третья Это вот как раз Новая добавленная инструкция Ну и самая Интересная И собственно Основная работа Будет сконцентрирована Вот Файли Которые фрагменты Здесь нарисован Это файл С полной микропрограммой В нем Реализованы уже Все 20 инструкций JVM Которые есть И вот этот вот Цехл основной Mail1 И в него Нужно будет добавлять Инструкции Реализацию Новых Добавленных инструкций JVM То есть вы добавляете 21 строчку Сюда Например инструкцию Там MyInc Какую-нибудь Говорите что у нее Код 060 Есть Например 061 И вот Здесь Вы пишете Реализацию Вот В этих Микрокомандах Которые Сегодня Прошлую лекцию Обсуждали Реализацию Для этой Новой инструкции Ну в случае с Инком Понятно Примерно что делать Нужно ТОС увеличить И сбросить его По адресу И сделать Код To Main 1 Как всегда Делается В конце Каждой Последователь Команд Ну дальше Это все Нужно Как-то В одну Историю Объединить Объединяет Тут Как я уже сказал Один Единый инструмент Симулятор Который Лучший Ассемблер Он умеет Загружать Код IGBM В правое верхнее окно Это похоже На то Что у нас Сейчас в ассемблере АС-88 Вернее в трассёве В отладчике АС-88 Эта штука похожа По смыслу Так сказать Она похожа на Т-88 То есть она позволяет Пошагово выполнять Команды IGBM Но на самом деле Она позволяет Еще Здесь есть Углом переключателей Который позволяет По одной Микрокоманде Выполнять Каждой инструкции И это Удобно Для того Чтобы отлаживать Микропрограмму Ну есть там стрелочки Вот это Шаг вперед Шаг назад В отличии от Станинбаумовского Ну вот этого На сайтах То есть По микрокомандам Практически Вот если вы Выставляете Скорость По циклам То Вы будете Видеть Как Какие регистры Загружаются Как Решины Как Решины Как Решины С Это Будет Делаться В соответствии с Микропрограммой Которую Вы Добавите Как Расширите Вот Файл Который Здесь Упоминался Это Самый Главный Файл Он Назвается На Линуксах Можно Можно На Виндовсе Запускать Запросто В отличии от тех Средств Которые Раньше На Лабораторных Здесь Легко Относительно Работает Потому Что Джамп Ну Пожалуй Что И Всё До До